итак гости друзья подписчики моего канала всем привет сегодня ко мне приехала очередная посылка с алиэкспресса вот она у меня очень многострадальная она ехала ко мне 44 дня вот это просто это просто если честно я в почте россии разочаровалась каждый раз вот можете посмотреть короче сразу тут я короче лишнее все зачеркнул это все ни к чему блин я до последнего был уверен что продавец с алиэкспресса ошибся с как сказать с пунктом назначения то есть с городом с областью там не знаю совсем короче блин ну оказалось все нормально то есть я грешу на почту россии потому что это это наверное очевидно вот заказывая получается тату краску ехала на ко мне с самой малайзии вот я я надеюсь после того как она пересекла всю россию с ней все вроде как ну на самом деле нормально вообще можете увидеть как посмотреть вроде как все хорошо будем надеяться что все все количество цветов у нас в норме так скажем вот и хотел бы короче говоря немножко рассказать как она ко мне ехала то есть со всеми пунктами что она пересекала куда она вообще уезжала на короче мне уезжал на север то есть них просто был в шоке на самом деле я у меня просто жутко местами бомбило с этого всего вот так что давайте короче на экран я там все буду показывать рассказывать итак друзья вот по своему трек номеру который здесь вот указан можете видеть я отслеживал свою посылку в принципе все мы этим и занимаемся что следим что она пересекает куда едет и так далее получается 29 марта я сделал свой заказ заказал тату краску как я уже сказал ранее вот 30 числа уже был оформлен мой заказ то есть вроде как посылка была собрана и подготавливалась к отправке вот 3 апреля получается принято выделение связи малайзия вот 5 апреля ожидает отправки из малайзии в принципе на этом все короче говоря 22 дня они ничего не было слышно то есть я вообще не знал чё она как поехала не поехала вообще то есть не понятно ничего может быть она уже в россии кстати говоря на самом деле я опять же грешу на почту россии то что статус и мне кажется медленно обновлялись с опозданием ну да ладно короче 22 дня прошло ну ничего не оставалось кроме того как ждать обновление статуса вот прибыло в россию короче на территорию россии 22 апреля вот затем появилась появился статус внукова вот и нет кстати под сомнению все это поставила сразу потому что обычно посылка едет в домодедово вот то есть там узнаете это я думаю сталкивались с этим то что вблизи деревни шарапова вот эти пися и 21 все эти статуса то есть знакомые до боли вот там цех 1 это вообще убийство просто там неделю две ваши посылки просто не будет но в принципе многие об этом знают вот ну внукова ну ладно внукова пускай внукова будет то есть хрен с ним казалось бы затем ну я как обычно продолжаю ждать то есть надеется так наивные короче все дела в итоге получается вот это москва не знаю этого статуса на самом деле не помню вот короче говоря у меня 7 мая был концерт в томске вот то есть мы с ребятами поехали играть то есть отыграли все дела 8 числа 8 мая получается где-то под утро но я как обычно решила статуса проверить то есть чтобы не проверить статус святое дело вот захожу получается смотрю обновление то есть статус вот это вот статус блять какого-то хера не рюнге это вообще-то якутия понимаете якутия вообще я не понимаю с москвы поехала в якутию то есть мимо короче екатеринбурга новосиба и тем более новокузнецка в итоге мне короче говоря некогда было заниматься этими делами то есть я даже не смог написать продавцу в тот момент вот попросил своего друга чтобы он как-нибудь помог разузнал то есть что это за проблема как вообще из-за чего так случилось что она поехала вообще в левую сторону какую-то просто на север вот по приезду домой получается я начал писать продавцу типа в чем проблема почему посылка поехала в то-то место на самом деле им китайцам вообще пофигу куда она поехала то есть она если находится на территории россии они чаще всего говорят то что ожидай друг она скоро приедет то есть и все дела вот я начал него выпрашивать скан скан своей посылки чтобы там был указан мой адрес то есть что она точно ко мне едет то есть он предоставил скан то есть скан был знаете такой вот который вот найти готов к распечатке только то есть такой вариант с компьютера то есть фотографии на посылки не было то есть это делает только фастек мне кажется вот то есть мы с ним это он он скан предоставил то есть все все дела и пропал получается то есть ну я такой думаю блин ну раз не рюнге да получается скорее всего мне дали трек номер неправильный то есть я начал ждать пока посылку получит кстати говоря пока вот кстати видите сейчас вот только изменился да статус вот вот это кстати интересно я вот блин минут за 10 да вот проверил да вот это все все данные здесь 10 минут назад было написано бондаренко светлана владимировна вот кстати говоря наверное специально для вас фотку вставлю короче говоря чтобы вы посмотрели вот они сейчас ловко так выкрутились эту ситуацию они сменили вот этот а просто мне это бесит жутко хорошо я я вот ну к чему я вот сейчас вернусь обратно к теме я ждал пока в нерюнгах получается в якутии заберет посылку данная барышня вот и можно будет открывать спор что типа посылка приехала точно не ко мне потому что она уже в пункте выдачи данного города вот нет ни хера ни хера такого не было вот как вы можете видеть получается 8 мая да все дела вдруг вдруг короче 13 мая вот такое вот а вылетает новосибирск то есть блин я мог этого конечно ожидать то что вдруг там ну да новосибирск там как-то вот или екатеринбург выскочит то есть она как-то поедет обратно вот но я вот реально не ожидал что все-таки такое произойдет я был больше чем уверен что кто-то не получается точнее по своему треку получит свою посылку мне дали левый трек номер либо посылка вообще поедет обратно в китай вот в любом случае можно было спор уже открывать и деньги возвращать вот и как вы можете видеть короче новосибирск то есть у меня бомбило жестко то и от этого всего короче вот потом вот новокузнецк все дела то есть я вот сегодня забрал потому что хваленый цоп был в 6 утра вот ну кто заказывает тот поймет если цоп в 6 утра значит она в обед уже будет то есть можно будет уже после обеда обеда который на почте забирать свою посылку вот короче говоря я решил вообще сейчас так сказать доколупаться до этого всего и хотел показать вам как это выглядит на примере карты да вот до чего я дошел короче стал до то что он пиздец ну вот то есть можете видеть короче вот она москва да вот она короче москва вот она не рюнге то есть мой город получается вот ну допустим новосибирск возьмем да какие то вот здесь новый кузнец находится то есть понимаете да вот так она ебанула короче в не рюнгу в якутию короче вот не знаю чем самолетом или лошадях или пешком вот в итоге она доехала до сюда и теперь смотрим обратный маршрут то есть нужно было вот так вот да просто ошибиться кто-то там закосячил здесь в москве на почте на сортировке там цех 1 какой-нибудь вот так вот долбанул да и на четыре тысячи километров обратно сюда вернулась в ново кузнецк то есть вот как то вот так вот это все происходит вот она просто почта россии падает в глазах прям с каждым днем все глубже и глубже на самое дно вот ну а теперь давайте короче вернемся к распаковке посылки ну что ж друзья продолжаем сейчас мы будем распаковывать надеюсь со всеми этими переездами посылки по всей стране самой посылка ничего плохого не случилось думаю что сейчас будет у нас тут все целехонько я вот я буду ей доволен вот так что продавец как я уже говорил он не виноват во всем этом замесе жутком вот это почта россии у нас такая чудная заказывал я получается тату краску в количестве 14 цветов вот надеюсь что все цвета у нас сейчас будут не будет цветов повторяющихся сейчас мои короче полоснем немножечко вот у нас все так упаковано кстати блин извиняюсь ссылку на этот товар и не смогу вам оставить в описании потому что этого товара у этого продавца уже нету то есть магазин от этого продавца этим товаром больше не торгует вот меня спрашивали ссылку насчет очков вот та же самая беда ребят не могу предоставить вам ссылку потому что ее просто уже нету недоступен товар так что можно искать только что-то подобное другого продавца кстати говоря заказывал я краску с названием tatu ink вот а приехала а приехала краска intense на самом деле не сильно удивлен знаете почему потому что я видел в отзывах да что всем приезжает краской intense вот на самом деле знаете что можно по этому поводу открыть спор то что товар не соответствует описанию и можно будет нагреть немножечко продавца вот то есть тут уже выбор за вами ну краска принципе по отзывам никто не говорю что там после нее что там гниет кожа там и так далее нет такого не было даже близко вот то есть краска у нас должна быть добротная качественная ну нифига тут запаковано перезапаковано прям ну в принципе да она же едет в россию как бы да надо подстраховываться можно было ее в принципе в три таких упаковки завернуть чтобы она может быть она подмерзла в якутии немного так 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 ну вот она короче нас красочку такая приехала немножко в трясем вот у нас получается так получается черный фиолетовый белый зеленый как као до какао цвет желтый вот чего ламон какой-то я думал лимон может быть какой-то лимонный цвет новых блин ну понятно вот и красный короче с этой упаковки здесь у нас получается золотисто-желтый этот самый фиолетовый получает светло-фиолетовый потом это у нас голубой наверное это нас тоже фиолетовый ну короче в этих названиях как-то тут все так это у нас более к розовому это у нас темно-зеленый это у нас оранжевый вроде как все цвета разные у нас ничего нету повторяющуюся получается 2 4 6 8 10 12 14 цветов да все правильненько вот ничего у нас не потекло потому что я кстати видел в отзывах то что у кого-то краска была протекшая вроде как фиолетовая вот это вот или ну да либо вот эти короче какая-то из этих красок была протекшая то есть по всей коробке была вся коробка была фиолетовая вот так что да товар в принципе товар в принципе нормальный вроде как вроде как еще вскроем короче посмотрим его еще поближе без обертки кстати привет выпить куда знакомые бутылочки постоянно нужно стряхивать так ну если честно да то кажется что вот по факту краски где-то вот столько наверно либо столько ну то есть но не долив чувствуется прям вот у нас такая красочка так все сфокусировалось хорошо кстати давите пишут нет не 30 миллилитров а 29 и 6 типа а не доливает еще больше скорее всего ну да бизнес так сказать вот у нас получается краска актуально годно до двадцатого года но я думаю что до двадцатого года она будет постепенно уходить прилично будет уходить вот мы видим типа америка не знаю насколько это правдиво ну посмотрим тут всякие вот видим знаки защиты там предосторожности и так далее в принципе в пока что у меня все устраивает в плане самой посылки между они так как она ехала это конечно кошмар счеток так это можно посмотреть в принципе все как бы малек вот меня все таки кстати волнует если честно вот объем сколько там залито краски блин вот как-то черт его знает как-то все таки не долито если честно вот не доливает экономит капец просто вот но в принципе на это можем закончить каждую открывать это нет смысла мне кажется вот визуально они все видны вам то есть вот не долив вот кстати да не долив здесь вас будет ожидать если если что вот можете его по этой вида видите да то что вот она более полная а вот эти две то есть под сомнением они вообще все как-то попал налиты если честно вот так что я вам даже не смогу указать откуда я заказ заказывал до чтобы вы если что как-то ориентировались заказываем не заказывать но вот эти придирки я сейчас вам сказал про почту россии вам сказал в принципе может быть у кого-то и была такая история да вот у кого-то может быть и не было то есть во всяком случае возможно это как-то вам может помочь и дальнейшем вот так что на этом все в принципе ну посылка среднячковая то есть насчет долива опять же повторюсь уже сотый раз вот насчет доставки это почта россии как бы так вот обломила так скажем вот так что на этом все подписывайтесь ставьте лайки кому понравилось видео пишите комментарии вот так что на этом все всем спасибо за просмотр всем пока